Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем главу церковной соборы в Москве и Киеве при чтении книги митрополита Вениамена Федченко на рубеже двух эпох. «Всё это не так уж плохо, – думает молчаливую думку украинец, посасывая трубочку, и неопределённо загадочно посматривая кругом на советы, на коллективные хозяйства, на тракторы и бескрайние пшеничные поля. Ну, а там дальше уж посмотрим, как быть с этим самым коммунизмом, – думали, вероятно, дядьки. Поживём – увидим. Времени ещё довольно, а пока иначе нельзя. Но некоторые последствия от Щирых всё же остались, даже до сих пор. Прежде всего, петлюровцы, друзья Щирых, арестовали киевского митрополита Антония. Одни считали его слишком большим русофилом, противником украинской самостийности, а другие видели в нём сотрудника свернутой гетмящины и немцев. Последний, по моему мнению, верно, а первый – совершенно неправильно. Когда пришли его арестовывать офицеры из австрийских галичан в митрополитчей зале собрались толпа богомольцев, преимущественно женщин, этих вечных заступниц, человек 100-150, был и я. «Владыка?» – громко спросил я его через голову толпы. «Скажите нам что-нибудь на прощание?» – наступило молчание. Он сказал следующее. «Меня будут винить в том, что я был против украинской церкви и её автокефальности, самостийности, но это совершенно неверно». Эти слова его не произвели никакого впечатления на толпу. А я разочарованно подумал, в такой момент у митрополита не нашлось чистого религиозного слова о политической борьбе за самостийность, хотя бы и через церковь. Его увели, две-три бабы по положению всхлипнули, но остальные провожали довольно холодно. Арестовали ещё архиепископа Евлоги, ныне в Париже, за его провинности против униатов-галичан при занятии русскими галицей, и обоих увезли в какой-то католический монастырь близ Львова. «После выпустили, митрополит Антоний уехал на Афон, а оттуда генерал Врангель вызывал его в Крым, но тоже бесплодно. Скончается он в Югославии, но до того много повредит ещё церкви и родине». Запомним, друзья, эти слова про митрополита Антония Храповицкого. Вторым начальным наследием от Щиры и Рады остались так называемые самосвяты, имеющие прямую связь с собором. Когда мы выгнали Раду, она решила продолжать своё бешеное неистовство. Отказавшись от делегирования трёх членов Рады, решили создать собственную незалежную, независимую церковь. Для этого обычно в истории подыскивались два-три, а в крайнем случае один архиерей-предатель, который рукополагал очепенцем нового епископа. И так называлась «Новая церковь». Без архиереи не может быть церкви. Таков церковный закон. Без архиереи нельзя оставить и новых священников. Вот, друзья, ничто вам не напоминает сейчас теперешняя ситуация в Украине? Ну, как всё похоже. Похоже, сто лет прошло. Ничего не изменилось. Да, с этим Томасом, и что сейчас отделились, да, УПЦ, эти ПЦУ, ой, ну, это другой вопрос. Члены Рады обратились к одному другому из православных архиереев с подобной целью возглавить незалежную украинскую церковь. И были архиереи, украинцы родом Дмитрий Уманский, Парфений, Тульский, Агапит и Екатеринаславский. Но они не согласились ни сами стать, ни другого поставить им в архиерею. Что же тогда делают эти отчаянные головорезы, у которых нет ни страха Божия, ни стыда перед людьми? Они собирают своих священников в Софийском соборе, делают из них живую цепь руками, около престола ставят на колени того самого Василия Лепкиевского, о котором говорилось выше при описании состава Рады. Последний из длинной цепи дерзко берет за руку святого митрополита Макария, мощи которого лежали в рам пределе собора с 15 века. А священник, рядом стоявший с Василием, возлагает на него свою руку, как это делают архиереи при рукоположении нового епископа. И поразгласили Аксиос, достоин. Так мертвый рукоположил живого. Ужас. Да, друзья, подобного кощунства еще не знала церковная история, чтобы попы произвели архиерея, да еще используя беззащитное тело мертвого. Потому их и прозвали самосвятые, то есть сами себя, посвятившие в архиереи. Ну а потом Василий посвятил, в кавычках, уже новых архиереев. Среди них в Америке теперь действует Иоанн Теодорович, проживавший в Филадельфии. Он накропил массу иреев, особенно в Канаде, где живет много галичан, буковинцев, украинцев. Так злое дело давало все новые и новые плоды, а трепейника не растут смоквы, сказал Господь в Евангелии от Матфея 7 глава 16 стих. Уже из того, как начинало свое дело Рада в Киеве, можно было ждать от нее всего. Им ведь прежде всего нужна политическая идея об украинской незалежности. Ради нее они готовы и родного отца продать, а не только веру и церковь. Советская власть сначала отнеслась к этой щирой церкви равнодушно. Думаю, что тут лишь поповская ссора. Но скоро она поняла, что дело не так невинно. Эти самостейники продолжали вести свою национально-шовинистическую подрывную работу на Украине при Советах. Их деятельность грозила в случае успеха разжигать идею обособления Украины от Советского Союза. Ради какового отделения явилась эта безбожная затея. Поэтому большевики арестовали Лепковского и куда-то посадили под арест. Были слухи, что он умер, но плоды его существуют еще не только в Америке, но и на Украине. Впрочем, это движение там слабое. Народ Мася остался в единстве со всей церковью, как и решил он сам в Киеве в 1918 году. Но что озорникам и революционерам собор? Что его народ? Ведь они признают народ лишь тогда, когда он исполняет их партийную волю. А до Бога высоко. Есть среди них и прямые безбожники, я это знаю по Америке. Еще мне остается рассказать тут о патриархе Тихоне. Когда на Украине высадился Скоропадский, жизнь здесь была более обеспеченной и спокойной, то кому уж, не знаю, пришла мысль в голову увезти сюда тайком патриарха, чтобы сохранить, по крайней мере, жизнь его. Но он, так шли слухи, ответил, пусть плохи большевики, но ведь они мои духовные дети. Как же я могу бросить их? Я остался. А епископ Пимен, уфимский украинец, тоже не смирился. Слышно было, что он создал православную, а не самосвятскую, самостийную иерархию в Подоле, которая не подчиняется московскому патриаршему центру. Если это верно, то он является клятвопреступником против того же самого уставного собора, на котором он был председателем и который постановил 220 против 70 не отделяться от патриарха московского. Но я не ручаюсь за достоверность этих слухов. Епископ Пимен не дурной был человек. Одно время соблазнился самостийничеством епископ Агапит. За это он был судим судом архиереев в Новочеркасске, куда был вызван и я из Крыма для канонической полноты, суда над архиереем. Его осудили, после он, говорили, скончался в путешествии, будто бы в архиерейской карете. Присоединился к ним одно время архиепископ Алексей Дородницын, бывший одно время ректором Казанской духовной академии, человек необъятной толщины, пудов на 10. Я видел его однажды в Киеве. Он во время беженства раскаялся, исповедовавшись у митрополита Антония, скончался, кажется, на монастырском Дранском подворье. Митрополитча Каплер одно время принесена была в Харьков, как новый политический украинский центр при советской власти, а потом она снова была возвращена в Киев. Митрополитом Икзархом, патриархом Украины, был сначала Константин Яков, а потом Михаил, на 20 лет устранённый поляками от управления Гродненской епархией. Его заменил нынешний митрополит киевский Икзарх Украины Николай Ярушевич. При движении немцев он удалился в Москву и теперь помогает управлять русской церковью митрополиту Сергию, патриаршему местоблестителю. Имея этого нового светильника, церковью патриота, известно не только в России, но и по всему свету, он был назначен советским правительством одним из членов комиссии по расследованию зверств немцев над мирным населением оккупированных областей нашей Родины. Скоро придёт время, когда этот талантливый светильник возвратится в свой митропольщий светлый город Киев, а может быть со временем и выше. Дай Бог! Если Бог даст, завтра будем продолжать за границей Ближний Восток. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова